Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы перезапускаем курс по базам данных языку SQL. Такой курс уже был, но он был остановлен ради других задач. Пытаться его продолжить слишком сложно, и я решил начать заново. К тому же, многое из того, что я хотел рассказать тогда, я переосмыслил. Итак, начнем сначала. Что такое база данных? База данных это структурированное, поименованное хранилище информации. Что мы должны понимать из данного определения? Например, то, что файлик в самом простом формате CSV является хоть и очень простой, но все-таки базой данных. А текстовый файл с научным описанием длиннющих каких-нибудь социологических исследований базой данных не является. Что такое СУБД? Частая путаница. Это специализированное программное обеспечение, обеспечивающее доступ к базе данных, как совокупность ее структурных единиц. Из этого определения должно быть понятно, что открыв, например, файлик в Excel, мы увидим базу данных, хотя и не работаем с ней посредством СУБД. Исторически в устройстве СУБД выделяются три уровня, предложенных еще в 1975 году. Внешний уровень наиболее близкий к приложениям и пользователям. Он связан со способами представления данных. Логический уровень, также называемый концептуальным для описания данных, независимых от физической реализации. Внутренний уровень, который также называют физическим, наиболее близкий к физическому хранилищу данных. Он связан с тем, как мы храним данные на физических устройствах. Внутренний уровень у нас не всегда связан с файловой системой, поскольку развитые современные СУБД представляют собой, по сути, данную операционную систему. Могут управлять физическими устройствами, кэшем данных и много чем. Возьмем файлик экселя для примера. Внутренний уровень представлен собственно файлом формата XS, XLS, спецификацией полного имени и файловой системы. Логический уровень представлен объектом электронная таблица, которая позволяет описать данные, терминах, листов, колонок и строк, независимо от того, работаем мы с CSV-файлом или с файлом Excel или вообще в каком-то другом формате. Внешний уровень не только позволяет пользователям проводить над данными специфичные операции, но и разграничить доступ к ним на уровне видимости чтения и записи. Однако, Excel не является СОБД, а является приложением для работы с электронными таблицами. То есть, важно понимать, что всякая электронная таблица уже является базой данных, но далеко не всякая база данных является электронной таблицей. Пойдем дальше. Постоянно мы будем с вами встречаться с термином транзакция. Что же это такое? Транзакции в системе управления базами данных называется совокупность операций над данными, являющейся неделимой. То есть, атомат. Исторически это слово пришло в СОБД из области финансов и бухгалтерии, где нельзя снять деньги с одного счета, не зачислив их на другой. То есть, та самая двойная проводка. Сама проводка так и называется. Transaction. Ну, еще есть некая связь с пассажирскими перевозками. Что если вы выехали из города Москвы в город Петербург, то есть, выехав из Москвы, куда-то вы должны приехать. Даже если обратно в Москву, сделав кольцо. Вы не можете не приехать никуда. Билет всегда имеет пункт отправки и, собственно, пункт прибытия. Любой билет. Хоть на подводную лодку. Хоть на космический корабль. Конечно, когда-то будет этот билет. Это будет Земля-Луна. Так вот, любое приложение, реализующее аналогичные вышеописанные прикладные функции, должно называться транзакционным. Имеет особенность следующую. Обработка идет в режиме реального или приближенному к реальному времени. Запросы представляют собой интенсивный поток коротких операций по вставке изменения и удаления небольшого числа записей в БД. Могут быть одиночными, могут объединяться крупные транзакции. В реализационной суббд любой операторской является одиночной транзакцией по умолчанию. Есть отдельные реализации файл-биот, открывающей новую транзакцию. Но это все не столь важно. Также мы столкнемся с аббревиатурой OLTP. Это Online Transaction Processing. Это и есть интерактивная транзакционная обработка и ACID. Atomity, Consistency, Isolation, Durability. Если я правильно, прошу прощения, говорю эти английские слова. Это принципы неделимости, неделимости, целостности, изолированности и надежности. Так вот, противоположность, подчеркиваю, транзакционная аналитическая обработка данных имеет другие отличительные признаки. Данные находятся в режиме чтения. Ну, кроме моментов обновления, но считайте, что в режиме чтения. Выборки представляют собой одиночные мега-тяжелые запросы. Могут обходить по 90% в базе данных. Время отклика системы нерегламентированное. Хотя, конечно, хотелось бы, чтобы это было быстрее. Размеры базы данных, как правило, на порядок и больше превышают таковые для транзакционной. Аббревиатура аналитических это ALAP, Online Analytical Processing. Важно понимать слово интерактивное. Действительно, в отличие от транзакционной, аналитическая обработка обычно ведется и в пакетном режиме. Сформировали пользователи, создавал задачу и поставил ее приложением. Через два дня пришел, получил отчет. Почему возникло такое разделение? Хороший, на самом деле, вопрос. Давайте создадим некую модельку. Почему у нас есть вот такое понятие, что вот транзакционные и какие-то аналитические? Сейчас, на самом деле, первый же вопрос, как так, если у нас есть там MS-искорий сервер, к чему относятся. Мы подойдем. Да. На первый взгляд, запросы немного разные. Ну и что? И что дальше? Зачем такая суета? Так вот, основная проблема у нас в том, что с ОБД, ориентированные на транзакции, менее эффективные при работе с аналитическими запросами и наоборот. Нет у нас универсальных архитектур. Ну, пока. Еще сложнее реализовывать оба типа обработки одновременно в одной и той же базе данных. Дальше. Клиент-серверные и встроенные с ОБД. Технология клиент-сервер является основой большинства реализации современных программных систем. Ну, тут, собственно, у нас и в 1С все точно так же. Есть файловая база, есть клиент-серверная. Файловая база это, ну, 1С-розница в каких-то деревнях. Да, и речь идет не только о паре приложения конечного пользователя с ОБД. Каждое звено системы длинными цепочками прохождения сообщений от пользовательского интерфейса через кучу службы сервера и приложений к ОБД также работает в режиме клиент-сервер. Отличительные признаки какие? Два или более автономных процесса исполняющихся на одном или нескольких компьютерах. Процесс взаимодействует посредством передачи сообщений согласно протоколу. Протокол минимально состоит из запроса и ответа. Запрашивающий процесс называется клиентом, отвечающий сервером. Давайте это нарисуем, потому что с этим какая-то постоянная путаница. Ну, реально, просто постоянная путаница. Вот у нас есть систем совтворяем, вот у нас клиент, вот у нас сервер. запрос. Вот, собственно, получив этот запрос, сервер возвращает клиенту информацию. Ну, можно было на самом деле не рисовать как бы запрос, но в нашем случае так даже забавнее. То есть это некий командный характер. Он его использует. Сервер возвращает данные. Вот можем здесь написать возврат данных. Данных. Ну, или отчет запись в базу данных произошла, если мы еще не возвращали. вообще роли клиента и сервера у процессов могут меняться. Например, сервер иногда опрашивает клиентов о том, живы они там или нет. часто путают. И программу сервер и компьютер сервер, который исполняет роль физического устройства для эксплуатации сервера в приложении. Надо понимать, что СУБД, работающий как самостоятельный процесс, также является сервером СУБД сервером. Ну, а некоторые СУБД можно напрямую пристыковать к приложению. Например, SQL встраиваемые, которые мы используем в мобильных приложениях. Есть такая приятная возможность. но тут надо быть осторожным. Упал СУБД. Упал даже процесс приложения. Упал СУБД. Знаю, данные могут повредиться. Вот у Microsoft это SQL Server Compact, SQLite, Oracle Light. Если говорить об Oracle и действитель, такие же варианты у всех практически. СУБД некие компактные варианты. На этом сегодня все. На следующем занятии разбираем основные модели данных. Иерархическую, сетевую и реалюционную.